Как лечить и чурик кровотечения? Наше тело представляет собой сложную сеть артерий и вен. Артерии несут кровь к различным областям и вены собирают кровь обратно к сердцу. Жилы, которые снабжают нашу прямую кишку и анус иногда получают расширенные и опухшие с кровью, образуя геморройдальных. Геморрой может быть болезненным и может привести к кровоточению, если они разрываются. Понимание того, что вызывает геморрой и попытаться лечения кровоточения геморрою в домашних условиях. Если кровотечения и симптомы продолжаются, знать, когда, чтобы получить медицинскую помощь, что вам нужно. Лечение кровоточения геморрою в домашних условиях. Замочите в теплой воде или сидячую ванну. Чтобы уменьшить раздражение, облегчить боль и помочь сжать вены, пропитать геморрой в течение 15 до 20 минут 3 раза в день в теплой, но не горячей, воде. Если вы не хотите, чтобы запустить ванну, попробовать сидячую ванну, которая является пластиковая ванна, которая идет над сидением унитаза. Это позволяет впитать ваши ягодицы и бедра, а в сидячем положении. Это может уменьшить раздражение, спазмы мышц прямой кишки и зуд. Вы можете также поместить 1-4 стакана морской соли в сидячую ванну и сидеть 30 минут за один раз. Соль является отличным антибактериальным и используется, чтобы помочь с заживлением раны растягивая арфекции. Вы также можете добавить гамма-мелиса, известен как успокаивающее средство и охлаждение для геморроя. Это должно быть сделано как минимум один раз в день, и баня сидс должна длиться где-то между 15 и 20 минут. Применить пакет со льдом к геморроям. Поместите лед в морозильной камере, пока не будет полностью заморожено. Будьте осторожны, чтобы не применять лед непосредственно к геморроям. Вместо этого оберните компресс в чистое полотенце или ткань, прежде чем нажимать осторожно на геморроя. Не оставляйте батарею в течение длительного периода времени, или это может повредить окружающую кожу. Лучше всего применять в течение нескольких минут, удалите его, пока ваша кожа не вернется до комнатной температуры, а затем применить его снова. Это поможет уменьшить боль и отек, уменьшая воспаление. Он также сужает сосуды, которые будут остановить кровотечение. Попробуйте актуальный крем с фенилой фрин сужать сосуды, которые могут уменьшить кровотечение. Вы можете также применять крем, чтобы успокоить боль, раздражение и зуд, который может вызвать кровотечение. Тем не менее, это не остановит кровотечение. Успокаивающие кремы могут включать в себя гидрокортизон, алоэ, гамма-мелиса, растительный экстракт растений и витамин Е. Если вы используете гидрокортизон, применять его утром и вечером, но не использовать его в течение более одной недели. Слишком много поглощения может привести к дисбалансу в ваших гипоталамусе и гипофизии гормонов или привести к коже в области, чтобы стать тонким. Используйте мягкую туалетную бумагу и сопротивляться желанию нуля. Грубая туалетная бумага может поцарапать и, или раздражать кожу еще больше. Чтобы успокоить боль и уменьшить раздражение, используйте влажные или медикаментозные салфетками. Вы можете также использовать гамма-мелиса, гидрокортизон, алоэ, или витамина Е лечебной прокладки. Не протирайте агрессивно, что может раздражать или вызвать дальнейшие кровотечения. ПЭТ или промокните область вместо этого. Царапины только усилят кровоточение и раздражение, вызывая дополнительную нагрузку на уже нежных геморрея. Это может привести к дальнейшей инфекции. Принимать добавки, чтобы уменьшить кровотечение. Многие из этих добавок может быть трудно найти в аптеках, так что проверить их в интернете и в травяных магазинах. Всегда поговорить с врачом, прежде чем принимать добавки, особенно если вы принимаете другие лекарства. Если вы беременны или кормите грудью, поговорите с вашим врачом, прежде чем дополнить, так как большинство из них не были протестированы для использования беременных или кормящих женщин. Эти добавки или традиционные лекарственные средства включают в себя фаргилен дополнительно. Возьмите эти традиционные китайской медицины таблетки 3 или 4 раза в день, чтобы укрепить вены, которые могут уменьшить кровотечение. Устные флавоноиды, они показали, чтобы уменьшить кровоточение, боль, зуд и повторение. Они повышают тонус сосудов, которые уменьшают утечку крошечных кровеносных сосудов, капилляров. Добезилата кальция или доксиум таблетки, возьмите их в течение двух недель и следуйте инструкциям в упаковке. Эти препараты, как было показано, чтобы уменьшить утечку крошечных кровеносных сосудов, капилляров, предотвращают образование тромбов, а также улучшить вязкость крови. Все эти вещи могут уменьшить отек тканей, которые вызывают геморрой. Снизить давление на геморрой дальние узлы. Это может помочь предотвратить или положить меньшую нагрузку на геморрое. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием клетчатки, чтобы смягчить стул и уменьшить запор. Старайтесь есть фрукты, овощи, и целые зерна или принимать добавки. Цель 25 граммов в день для женщин или 38 граммов для мужчин всего волокна. Пейте много жидкости и установить регулярное опорожнение кишечника и особенно избегать напряжения при дефекации. Вы также должны избегать сидя в течение длительных периодов времени, которые могут увеличить давление на геморрой дальних вен, заставляя их кровоточить. Физические упражнения и прогулки, чтобы уменьшить давление. Используйте пончик-подушку, чтобы помочь облегчить вес тела от пострадавшего района. Чтобы использовать его, сидеть в центре подушки с вашей анальной области прямо над щелью. Это на самом деле может оказывать большее давление на анальной области, поэтому прекратите его использование, если ваши симптомы хуже или кровоточение продолжается или начинается снова. Получение медицинское лечение. Получить геморроидоктомия для внешних или внутренних геморроидальных узлов. Это обычный способ лечения наружной геморрой, особенно если они большие или не ответили на менее инвазивных процедур. Ваш хирург удаляет геморроидальные узлы с различными инструментами, такими как ножницы, скальпели, или лигосури, устройство, которое обеспечивает электрический ток, чтобы запечатать кровоточащие геморроидальные узлы. Вы будете успокоены с использованием местной анестезии в сочетании с седацией, спинномозговую анестезией или общую анестезией. Геморроидит что мы является наиболее эффективным и полным способом лечения тяжелых или повторяющихся геморрой. Это может быть болезненным, но лекарства, сидячая ванна, и, или мази могут быть предписаны или использовать после процедуры для комфорта. По сравнению с геморроидоктомией, сшивание было связано с большим риском рецидива и выпадения прямой кишки, где часть прямой кишки выступает из заднего прохода. У резинкой перевязки для внутренних геморроидальных узлов. Ваш врач будет вставить зонт через аноскоп, пластиковое устройство, вставленный в задний проход, чтобы посмотреть прямую кишку. Он будет затем прикрепить резинкой типа устройства на базе геморрея. Устройство будет отрезан кровообращение и привести к образованию рубцов, геморроидальных, который уменьшает и устраняет геморрой через некоторое время. Вы можете чувствовать себя некомфортно после процедуры. Получить некоторое облегчение, используя сидячую ванну, теплая вода впитывается, и, или мази. Получить инъекции, склеротерапии, для внутренних геморроидальных узлов. Ваш врач будет использовать пластмассовый прибор, вставленный в задний проход, чтобы просмотреть прямую кишку, аноскоп. Врач будет использовать его, чтобы ввести иглу с химическими растворами, такими как 5% фенола в масло, растительное масло, хинин и гидрохлорид мочевины или гипертоническим раствором солью основания геморроидальных узлов. Эти химические растворы будут вызывать вены сокращаться. Склеротерапия считается менее эффективным, чем резинкой тяжбы. Имеет лазер или лечение радио, инфракрасная коагуляция, для внутренних геморроидальных узлов. Ваш врач может использовать инфракрасные лазеры или радиочастот коагуляция вены вблизи геморрея. Если инфракрасный метод используется, зонд прикладывают к основанию геморроидального узла. Если используется радиочастота, шаровой электрод соединен с генератором радиочастотным. Это делается на геморроидальной ткани, что приводит к его коагулируют и испаряются. Инфракрасные процедуры, скорее всего, приведет к повторяющихся геморроям, по сравнению с круглой резинкой тяжбы. Получит криотерапию для внутренних геморроидальных узлов. Ваш врач будет использовать зонд, способный создавать холодные температуры к основанию геморроидального узла. Это должно привести к разрушению ткани. Но этот метод не используется очень часто, так как геморрой обычно возвращается. Скоба внутренних геморрой Ваш хирург будет использовать устройство для сшивания поскользнулся или выпадения внутренние геморроидальные узлы обратно в пределах анального канала. Это позволит отрезать приток крови к геморрою, так что в конце концов умирает ткани и останавливает кровотечение. Время восстановления, как правило, быстрее и требует меньше боли, чем геморроидектомия. Понимание и изучение геморрои Изучите причины геморроя. Хронический запор, напрягает, и длительные периоды сидя на унитазе являются причины, связанные с геморроем. Все они могут оказывать большее давление на и блокировать ваши вены, ухудшая кровообращение. Беременность является еще одним условием, что ставит много давления на эти вены, особенно во время родов, когда происходит деформирование и может привести к геморрою. Геморрои являются более распространенными, как вы становитесь старше, и у людей, которые имеют избыточный весовой. Геморроидальные узлы могут быть либо внутренними, внутри прямой кишки, или внешней, вокруг внешней стороны заднего прохода. Внутренний геморрои являются безболезненными в то время как внешние из них являются болезненными. Но оба типа могут привести к кровоточению, если они разрываются. Распознать симптомы геморроя Если у вас есть внутренний геморрой, это может быть трудно увидеть симптомы, пока они не кровоточат, и они, вероятно, будут безболезненным. Но, если у вас есть внешний геморрой, несколько симптомов будут появляться в том числе Безболезненно кровоточение во время одификации Там не будет очень много крови, и это будет ярко-красный цвет Зуд или раздражение в вашей анальной области Боль или дискомфорт Отек вокруг заднего прохода Чувствительный или болезненный кусок ткани рядом с анусом Течь фекалии Проверьте, чтобы увидеть, если у вас есть геморрой. Посмотрите в зеркало с вашей спиной к нему и обратите внимание на любые глыбы или массовые подобные выступы вокруг ануса Цвет может варьироваться в зависимости от вашего нормального тона кожи на более темный красный цвет Это может быть болезненным, если вы нажмете на кусках Если да, то вы, вероятно, есть внешний геморрой Обратите внимание на какой-либо крови на туалетной бумаге после того, как вы используете ванную комнату и вытирают Геморрой крови, как правило, ярко-красного цвета, а не темно, что может свидетельствовать о кровоточении из где-то глубже в вашей пищеварительной системе Это может быть трудно увидеть внутренний геморрой у себя дома без правильных инструментов Назначить встречу с вашим доктором Вам будет предложено дать подробную медицинскую историю, чтобы поймать любые другие возможные причины кровоточения, такие как рак толстой кишки и полипов, так как обе эти массы могут кровоточить Знайте, когда обратиться к врачу Если у вас есть симптомы или боль после недели домашних средств, вы должны обратиться к врачу для сдачи экзамена Кровотечение может быть причиной для беспокойства, особенно если вы подвержены риску или имеете еще одно условие, как воспалительное заболевание кишечника или рак толстой кишки Вы должны также обратиться к врачу, если кровь темно-красная или ваши испражнения темно, смолистых в цвете Это может означать, что кровоточение выше в вашем кишечнике или от кровоточения массы Попробуйте оценить, сколько крови вы потеряли Если вы начинаете чувствовать усталость, беспокойство, выглядит бледно-бледно, есть холодные руки или ноги, высокая частота сердечных сокращений, или спутанность сознания сопровождается потерей крови, вы должны немедленно обратиться к врачу Кроме того, следует рассматривать, если объем крови увеличился